Мистер Бангаль, какие чувства возникают при услышанном? Многие люди даже и не знают, что это за группа, ну а некоторые слышали о группе, но некогда ее не слушали, а ведь Бангаль является эталоном экспирентального фан-крока Тири Мэттала на втором месте после Face No More. Сегодня я хочу кратко разобрать дискографию и историю группы, а также кратко расскажу о конфликте фронтмена сегодняшней группы с группой Red Hot Chili Peppers, а именно о конфликте Энтони Кидиса и Майка Паттана. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте кофе, чай, кисель, какао или же другую жидкость, которую можно заваривать. Итак, мы начинаем врубой диско. А начнем мы с истории до дебютного альбома. В 1985 году, в непримечательном городе Юрика, которая находится в Калифорнии, собралась группа, которая начала выступать по местечковым барам и в своей родной школе. И назвалась эта группа Мистер Бангаль, группу образовали друзья и тогда еще 17-летний паренек Майк Аллан Паттан, который не имел опыта в сфере музыки, от слова совсем. Также группа стала известна в очень маленьких кругах из-за выступлений на вечеринках. По словам участников группы, именно с этим способом заработка связана фишка группы, выражающаяся в частой смене стилей, поскольку им приходилось быстро подстраиваться под желание публики. Состав группы в те времена был таким, Майк Паттан, вокал, клавишные, орган, окорина, трейс проанес, гитара, Тревор Дан, бас-гитара, Дэнни Хейфитс, Ударка, пиркусия, клавишные, Клинтон Макиннон, духовые, рожок, клавишные. И Лео Линджел, саксофон, и с таким составом, кроме Лео, он ушел в 96-м из-за личных проблем. Группа прожила еще 15 лет, вплоть до распада в Двухтысеном. Итак, ребята из группы накопили денег на запись дебютной студийной работы и пошли записывать ее в студии. Ах да, забыл рассказать, что группа перед дебютной работой, выпустила 4 демо работы, которые разошлись очень маленьким тиражем. Цифры умалчиваются. Итак, первая демо-кассета вышла в 1986 году, выходит EP с названием The Ragenkrat of The Easter Bunny, что переводится как «Бешеный гнев пасхального кролика». На EP-шке было 8 треков, но в будущем всем треки будут перезаписаны в лучшем качестве. О звучании альбома – это жесткий гаражный дэтметал с экстремальными элементами. Второй демо-альбом вышел через год после выхода первого EP, а на этом демо есть тот трек, который будет перезаписан на дебютной работе. О звуке, качество звука как о гражданской обороны в лучшие года. О жанрах. Тут много жанров. Я сейчас не угораю. Джаз, блюз, фанк, хип-хоп, индастриал, фолк-мотивы, треш-метал, авангардный рок и даже чертова цирковая музыка. Еще раз, цирковая музыка. Через год выходит еще одна демка, под названием «Черт возьми, я люблю Америку», опять-таки демка, но на ней качество звука лучше, чем на предыдущих двух. На дебюте перезапишут два трека, и на обложке демки, кстати, изображен Джек Торренс из художественного фильма «Сияние», которого играет Джек Николсон, с легендарной сценой, это Джонни, через год еще одна демка, 0U818. На этом демо качество звука стало лучше, чем на остальных демо, но и нечего больше сказать, разве что все треки, кроме интро и мистер. Низгай можно услышать перезаписанными на дебютнике, а теперь к самому дебюте. В течение 1990 года участники группы переехали из родного города Юрика в Сан-Франциско, в поисках больших музыкальных возможностей. Трейс Пруанес говорил, что смена локации повлияла на стиль группы, отмечая. Нас интересовали Slayer и Merciful Fat. Позже это уже были The Specialist и Fishbone. Затем, когда мы переехали в Сан-Франциско, мы становились более сложнее в музыкальном плане. Теперь мы импровизированные снобы, которые правят вселенной авангарда ночью, и бедные, хреновы хипстеры днем. Основанная в Северной Калифорнии мистер Бунгель удалось подписать контракт с звукозаписывающим лейблом Warner Bros. Records в 1990 году, позже группа издаст свои три студийных альбома на этом лейбле. Пытует мнение, что из-за успеха Майка Паттона в роли фронтмена группы Fate No More стала основной причиной, по которой Warner Bros. подписали контракт с группой. В своей статье 1991 года газета Los Angeles Times заявила, что при нормальных обстоятельствах вы должны описывать шансы мистер Бунгель на заключение контракта с крупным лейблом как «рискованными». Итак, альбом записан, и выходит сингл Травалта, явно отсылающий к голливудской звезде Джон Травалта. All Music считает, что песня является данью уважения Джону Травалте и его коллеги-актеру Патрику Суэйзи, хотя в ней также есть отсылки к Адольфу Гитлеру и Дональду Трампу. 4. Биография Джона Травалта, написанная Бобом Маккейбом, была названа в честь песни «Цитировать». Не цитировать, основная тема из фильма «Грязь, которым прославился Джон Травалта», была использована в песне дважды. Группа создала видеоклип на данную песню при содействии режиссера Кевина Кирслика, но клип вызвал скандал как поскольку в видео были показаны тела мертвых людей, которые подвешены на крюки мясника. MTV отказались транслировать видеоклип на своем канале из-за вышеописанной причины, помимо этого, песню отказывались ротировать на различных радиостанциях, однако это не помешало альбому хорошо продаваться. Итак, альбом вышел 13 августа 1991-го. На Лейвле Варнер Бросс. Рекордс. Пластинку продюсировал Джон Зорн, это тот человек, который тоже, как и наши ребята, очень много экспериментировал, поэтому немалая доля экспериментов на альбоме, это его заслуга. Альбом сочетает в себе большое количество разных музыкальных жанров, таких как, ска, цирковая музыка, хеви-метал, фриджас и фанк, в то время Лейвл Варнер Бросс. Рекордс продвигал пластинку Мистер Бунгель как в серьезный странный новый проект Майека Паттона. Теперь немного обложки. Создание и обложки альбома были использованы работы американского художника Дэна Свидмина, которые изначально публиковались в первом выпуске комикса Battlefield Stars for Agli Children изданиями DC Comics Piranha Press. Почти все участники группы были подписаны в буклете альбома под псевдонимами. Чтобы продвигать свой релиз в разных музыкальных магазинах, Мистер Бунгель продавали копии альбома и пену для ванны в подарок. После релиза Мистер Бунгель группа отправилась в тур по Северной Америке. Немного о треках. На альбоме было 10 треков, общей протяженностью час, 13 минут и 19 секунд. Самый короткий трек на альбоме это Карусел, длинные 5 минут, 13 секунд, а самый длинный трек это ЭГГ, длинные 10 минут и 39 секунд. Также в треках с Kiss Em Macaron, Stub, Adapted Up и My Assess On Fire были использованы семплы, вырезанные из кинофильма 1986 года «Синий бархат» режиссера Дэвида Линча, отзывы о альбоме, альбом был встречен в основном положительно. Журналист Билл Панелос назвал пластинку «невероятным музыкальным туром силы». Дэвид Браун из Entertainment Уикли негативно высказался об альбоме, такие прилагательные, как «ребяческий» или «непослушный» приобретают совершенно новые размеры, что применительно к Мистер Бунгель. Траузер Пресс назвал альбом «одной из самых амбициозно случайных, капризных записей в последнее время» и «одной из лучших записей» в своем роде. Музыкальный сайт AllMusic назвал альбом «головокружительным, сбивающим с толку, шизофреническим туром по любому рок-направлению, о котором группа только может подумать, переход от жанра к жанру без какой-либо явной рифмы или причины, а иногда и несколько раз в одной и той же песне». По словам веб-сайта, тексты песен вокалиста Майка Паттона выполнены в более странном юмористическом ключе, чем на релизах «Fate No More», даже менее самоцензурные после тура «Мистер Бунгаль» начали заниматься новым материалом. На радость фанатам, спустя 20 лет после распада группа воссоединилась, но с другим не менее крутым составом, Майк по-прежнему у микрофонной стойки, на басу трей, на гитаре всеми любимый Скотт Йен из «Антракс» и «Стармтруперсу ФДС». А также за ударкой Дэйв Ламбордо и Слеер. Итак, в 2020-м преддверии Хэллоуина выходит перезапись первой демо-кассеты, с улучшением качества и звука, по стилю он более приземление, чем прошлые три альбома, это всего лишь дэдметал с трешметалом и кроссовером. То есть, по сути, это самый тяжелый альбом у группы, на альбоме были перезаписаны все треки с кассеты и плюс четыре новых композиции, в целом этот альбом высок для вхождения, но фанатам такой музыки понравится. Между первым и вторым альбомом особо интересного с группой не происходило, поэтому я не вижу смысла рассказывает, что было между альбомов. После выхода одноименного альбома Мистер Бумбель большинство участников группы активно занимались творчеством в сторонних проектах. Вокалист Майк Паттон, который параллельно является участником группы Fate No More с 1989 года, после ухода гитариста Джима Мартина пригласил Трея Спруэнса за несколько месяцев до записи альбома Discovalent. Трей участвовал в записи нового альбома Fate No More King for a Day, Full for a Lifetime. Барабанщик Дэнни Хайтс стал участником таких групп, как Diesel Heat и Nail Gamburger, а также группы Hungry Man. Тем временем бас-гитарист Тревор Дан и саксофонист Клинтон Маккинон выступали независимо как музыканты студии и ансамбля в крупном районе Сан-Франциско. Дэнни Хайтс назвал Discovalent ренессансом группы, подчеркивая, что Мистер Бумбель вернулась к своей более ранней демонстрационной работе. Трей Спруэнс также подтвердил слова Дэнни, с альбома вышел только один сингл, и этот сингл носил название «Конос». Итак, альбом вышел 10 октября, в 1995 году. Этот альбом отличался от дебюта тем, что в нем больше всего экспериментов. Все жанровое составляющее перечислить невозможно, но на альбоме есть такие жанры как дэдметал, джаз, арабская музыка, конкретная музыка, легкая музыка и даже танго. Большинство песен на альбоме не имели слов, а если и были слова, то это не слова, это скет-пение, то есть звуки, не имеющие смысла, но при этом это звучит либо технично, либо ритмично. Но и к сожалению данный релиз стал последним, в записи которого участвовал Тео Лингил, он покинул группу после тура в поддержку альбома по причине художественных разногласий. Позже Дэнни Хайтс прокомментировал его уход «Я скучаю по нему». Он добавил огромный химический дисбаланс, который помогал нам в дороге. Он ненавидит нас, ну и пусть. Музыка после него изменилась, стала простой и понятной. Слишком маленький призыв к саксофонам, трамбонам или флейте. Он изначально был в составе группы. Не я. Он будто заставлял меня чувствовать себя как член профсоюза, а название «диско валан» буквально означает «летающий диск» с итальянского языка, но как и немецкий термин «летающая тарелка» также представляет собой синоним слова НЛО. Также данное название имеет ряд отсылок, например, название одноименной яхты из кинофильма «Шаровая молния» 1965 года Терренса Янга об суперагенте Джеймсе Бонде, снятый по роману Яна Флеминга и одноименный итальянский комедийно-фантастический фильм «Тинта Браса» 1964 года. В конце 1980-х годов мистер Бумбель уже записывала кавер-версию заглавной композиции из фильма «Шаровая молния» в исполнении Тома Джонса. Тревор Дан, Трейс Пруинес и Майк Паттон подчеркивали свою склонность к сюрреализму и кино, в особенности фильмы категории «Б», что объясняет название альбома, длина релиза составляет час 8 минуты 45 секунд, переходим к третьему альбому. Итак, через четыре года выходит третий по счету студийный альбом с названием «Калифорния», вот именно из-за этого и начался конфликт Кидиса и Паттона, вкратце, Red Hot Chili Peppers и Мистер Бумбель подписаны на одной лейбле. И РХЧП в том же году выпускают диск «Калифорника Ц», и как бы из-за этого альбом Банглов отложить на несколько недель, как Паттон прокомментировал эту ситуацию, хоть наш альбом отложили на несколько недель. Но все ровно наш альбом лучше, и потом началось, подробнее все об их терке можно узнать из этого ролика, ссылка в описании. Ну а теперь о самом альбоме, альбом вышел 13 июля 1999, на все том же лейбле, что предыдущие два альбома, на этот раз это самый короткий альбом за всю историю группы, и по-прежнему огромное разнообразие разных жанров. Из жанров тут есть, электрофанк, дубок, фолк, поп-музыку, серф-рок, цирковую музыку, сайкобили, кичак, треш-металл. Лаунж-музыка, экзотика, космическая поп-музыка, джаз-рок, авангардная музыка, фортепианные баллады и музыка под влиянием научной фантастики. Также этот альбом имеет низкий порог вхождения, то есть если вы слушали Flaming Leapes и наткнулись на группу Мистер Бангаль, то смело слушайте этот альбом, не пожалеете, в поддержку альбома Мистер Бангаль отправился в масштабное турне по Северной Америке, Европе и Австралии. Они также участвовали в Снакор тур 2000 года, выступая вместе с альтернативными металлическими группами, на которые они повлияли, такими как Инкабус и систему Эфа Даун. По словам Дана, Мистер Бангаль был совершенно неуместным в туре Снакор. Он заметил, мы были своего рода дедушками в туре, поэтому мы начали по-настоящему возиться с публикой. Мы одевались, как Village People, и вели себя супергеями, что действительно разозлило ребят из металла. Иторис Трейспронес размышлял о туре Снакор в 2002 году, вспоминая, что некоторые из нас думали, ну, я думаю, это будет приключение. И в этом был весь дух, с которым мы вошли в это дело. Знаете, есть такая вещь, как, да, чувак, мы дойдем до всех этих людей. Мы можем расширить аудиторию. Я ни на секунду не поверил этому. Такая логика, она никуда не приведет, она не работает. Это рецепт неудач и катастроф. Когда его спросили о враждебной публике, которой подвергалась группа во время выступлений с Накор, Стронес сказал, это могут быть просто волшебные моменты. Это определенно, когда Майк находится на высоте. Дан вспоминает на одном из шоу Снакор в Миртель Бич. Толпа была так разгневана на мистера Бангла, что он подумал, что они, действительно могут убить нас. На шоу в Миртель Бич Майк Паттон симулировал, как делает Минит своему микрофону, пытаясь спровоцировать толпу, что разозлило их так сильно, что они начали бросать монеты и другие предметы в его группу, после этого релиза группа распалась. На вопрос о возможном воссоединении Майк Паттон заявил, это может произойти, но я не хотел бы петь. Некоторые мосты определенно были сожжены. Это было интересное время и иногда тебе просто необходимо двигаться дальше. У меня сейчас полно дел. Тревор Дан пишет на своем сайте. Бумбель мертв. Пожалуйста, поймите это. Спруэнс, Хейфиц и Маккинон более оптимистичны, судя по некоторым из их заявлений. Ответ Спруэнса на стандартный вопрос о возможном воссоединении. Я на это надеюсь, потому что если это произойдет, группа сможет захватить весь чертов мир, если захочет. Что я могу сказать в итоге, группа не была в мейнстриме от слова совсем, то есть Мистер Бангаль был для музыкантов больше не бизнесом, а занятием для души, группа на фоне тех же Фейт Но Мор, Примус и Рэд Ход Чили Пипперс всегда казалась недооцененной. Забытой, недопонятой, хоть и слушатель мог сам для себя выбрать стиль, который он захочет слушать. Я надеюсь, Бангаль выпустит новый релиз и с этим релизом будет править музыкальной индустрией, и если у вас есть свободное время, то послушайте, пожалуйста, всю дискографию. Она стоит того, да ребят, хочу сказать маленькую натификацию о канале, если под этим роликом собирается плюс-минус 10 лайков, то я выпущу ролик по вот этом команде. Итак, всем спасибо за просмотр, также ставьте лайки и дизлайки, это важно для канала, также подпишись на канал и поставьте колокольчик, дабы не пропустить мой следующий ролик, и всем пока, дисков.